Приветствую вас. По большому счёту, проблему, которую вы описываете, проблема, которую вы описываете, существует очень давно, очень долго. Наверное, это вообще одна из таких вот фундаментальных проблем человека. Едипов комплекс, взаимоотношения с родителями и фиксация на том, что ваша проблематика проистекает из трудностей при взаимодействии со словом, ну, наверное, является, в какой-то степени, перекладыванием ответственности за свою жизнь. Вот. Но, в данном случае, надо, вот. То есть, это, как бы, вот, идея, как раз, в том, что, вместо, вместо того, чтобы, брать ответственность на себя за свою жизнь, вот, вместо того, чтобы брать ответственность на себя за свою жизнь, за то, что вы думаете, за то, что с вами происходит, вы считаете, что все делаем во всем. И самое здесь, наверное, неприятное, это то, что вы, ну, в какой-то степени, вот, именно, в какой-то степени только. Вы правы. То есть, вы правы в том, что, действительно, в какой-то степени это отец повлиял на вас. Но, важно для нас, эм, с вами, важно немножко другое. Для нас, с вами, важно то, что на вас каким-то образом повлияло это. То есть, именно на вас повлияло то, как отец воспринимает, например, вас. То, как отец относился к вам или относится к вам. На вас это влияло, эм, ну, на вас это повлияло. И на вас это, эм, продолжает влиять. Судя. 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 Потому, что вы пишете. А это уже ответственность в некоторой степени. Ваше. 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 И вот, наверное, первым шагом, к выходу из этой ситуации. Могло бы стать отделением того, что делал, думал и как действовал. Ваш отец. По отношению пусть даже и к вам. Ут того, что думаете, делаете и чувствуете вы. Ибо вещь это, ну, совершенно разная, хотя вы можете с этим быть не согласны, в принципе. Дальше. Идём. Значит, вот вы и пишите. Мой отец, человек вранутый, холодный, со мной проводил время только в раннем детстве, когда он начал оброслеть, абстрагировал, кто-то был в короле. Никогда не спрашивал, как у меня дела и прочее, прочее. Ну, здесь сразу напрашивается такой момент, да, а знаете ли вы, отдаёте ли вы себе отсчёт, вот, собственно, в том, ну, почему, почему, почему. Он от вас отстрагировался. То есть, есть ли у вас, вот, какое-то понимание того, почему это, ну, произошло, случаев и так далее. Знаете ли вы, из-за чего такая ссора произошла, вот, отдаёте ли вы себе отсчёт, почему ваш отец, да, вот, взял и отдалился от вас. То есть, есть ли у этого какие-то причины и основания все его страны, и понимаете ли вы их, ну, то есть, понимаете ли вы эти причины и основания, вот. Дальше идём. Так, никогда не спрашивал, как у меня дела, не интересовался моими увлечениями, не заступался у меня, никогда не ходил на мои выступления, не был на моих выпускных. На вопросик я смотрел с завистью. И вот, один из ключевых моментов, вот, почему с завистью вы смотрели. Опять просто, в какой-то степени. Завистью, потому что, они, именно другие дети, в частности, девочки, казались вам лучше, лучше, чем вы. И вы кажете себе неполноценны из-за того, как отец себя с вами вел. Вы сами кажете себе неполноценны из-за того, как вел, может быть, даже и ведёт себя до сих пор. Ваш отец. То есть, из-за представлений, из-за ваших представлений по себе, из-за того, как вы о себе, ну, из-за того, что вы, точнее, о себе думаете. Вот. Ну, по большому счёту, из-за этого меняется, образно говоря, о вашей жизни. Вот. Из-за этого меняется то, как вы, вот, к себе относитесь. К, эм, ну, к сожалению. Вот. Из-за этого вы относитесь к себе хуже, из-за этого вы считаете себя, ну, считаете, что вы хуже. Вот. И, прочее, 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 прочее. Дальше. Теперь я понимаю, что я значительно бессознательный во взрослой жизни ищу такого мужчины, который бы реализовал недостающий мне отцовское покровительство. Давал бы советы, был неким метром по жизни. Ну, вот, хочется спросить, да, а почему вам нужен некий метр, метр, метр по жизни? То есть, из чего, эээ, проистекает ваша потребность в метрстве? Почему, почему вы говорите о том, что вот мне не достает, эээ, внимание отца и прочее, прочее, прочее? То есть, откуда-то же у вас появились вот эти, эээ, условно говоря, представления о том, что с вами что-то не так? Откуда-то это у вас появилось, откуда-то это у вас все взялось, и вряд ли это взялось просто так. Да? Да? Вот. Ну, скорее всего, речь идет, конечно, о том, эээ, как вы, эээ, ну, себя воспринимаете. Вот. Скорее всего. Скорее всего, речь идет о том, как, как вы, эээ, сами к себе относитесь. Вот. Скорее всего. Речь идет об ээ. Скорее всего, речь идет о вашей неуверенности в себе. Вот. Я просто хочу, чтобы в моей жизни была мужская взрослая фигура. Да, но зачем вам мужская взрослая фигура? Для чего вам мужская взрослая фигура? Чтобы что вам мужская взрослая фигура? Чтобы что? Да? Да. И ответ, он, вот, в некоторой степени, он, ну, просто, достаточно, этот ответ. Ответ заключается в том, что вы не полагаетесь только на себя. Вы не можете положиться только на себя. И вопрос здесь заключается, конечно же, в том, почему вы не можете полагаться на себя. Чего вам не хватает? Вы привыкли думать, что обиженно, ну, то есть, в контексте обиженно, вы привыкли думать, что вам не хватает, не хватает отцовки любви, вам не хватает отцовки, там, заботы и чего-то еще, но постарайтесь подумать об этом в контексте себя, себя самой. Постарайтесь подумать об этом именно в контексте вас, именно в контексте себя подумать. Почему мне не хватает, а, забот, как это проявляется, именно, ну, именно вот, а, ну, именно в, а, моем восприятии. Ситуация. Вот. Ну я полагаю, что это вот, а, а, в большей степени очень, очень важный момент. Для того, чтобы вы вот, ну, чтобы вы как-то вот смогли, ну, в этой ситуации лучше ориентироваться, лучше вполне ориентироваться. Вот. Далее. Далее вы пишете о том, значит, что когда я вижу мужчин, которые ласково внимательно с твоими дочерьями, мне становится горько, грустно и обидно, у меня такого не было. И вот смотрите, как вас характеризуют. То, что у вас такого не было. Как вам это характеризуют конкретно? То есть да, у вас такого не было. Спорить с этим абсолютно никакого смысла нет. Но как вас это характеризует? Вот это трудно, что нужно обратить вам свое внимание, на мой взгляд. Именно от этого становится обидно. Потому что чувство своей неполноценности, чувство того, что вы, ну, какая-то другая, условно говоря, да? Из-за того, из-за того, как относился или относился к вам отец, мешает вам принимать полностью себя. Чтобы себя принять нужно одобрение пояски пап. Вот. Это такая вот некая деткость. Которую вы, э, за которую вы не научились брать на себя ответственность. Ответственность. Вот. К, э, ну, к сожалению. Ну, ну, на мой, на мой взгляд. На мой взгляд, к сожалению. Ну, потому что вам это достаточно сильно вредит на мой взгляд. Дальше. В настоящее время с отцом общаемся. Редко разговоры остались в теме, что спасибо им приучил. У меня к самостоятельности, но внутренняя отреченность и потерянность годами никуда не уходят. Отреченность от чего? А потерянность в чем? Вопрос. Как предоставить потребность и стать самодостаточной и перестать искать папу? Ну, э, психотерапия. Работа над собой и все взаимоотношениями с отцом. Вот. Я думаю, что это то, как вам можно ответить на вопрос. На этом всё. Надеюсь, что помог. Если понравился мой ответ, буду благодарен за оценку в качестве лучшего. Вам я желаю всего самого доброго. Спасибо.